Я рад приветствовать вас, уважаемая телезрительная Здравствуйте, уважаемые зрители в студии RTN в Бруклине, город Нью-Йорк в программе «У нас в Америке». С вами депутат городского совета Нью-Йорка Ари Каган. Начать сегодняшнюю передачу я хотел бы с печального известия. Ушла Нина Данченко, выдающаяся, на мой взгляд, певица. Некоторые говорят, что она была цыганкой, у нее была и французская кровь, и русская кровь. Она была замужем за прекрасным человеком, талантливым скрипачом Изи Драбским. Я их много раз видел на многочисленных концертах, событиях в нашей общине. Удивительное качество Нины Данченко состояло в том, что где бы она ни появлялась, на каком бы событии она ни выступала, где бы ни был ее концерт, или даже просто она заходила в любой зал, в любое... В любом месте, где она появлялась, было всегда светло, уютно. Люди улыбались, люди аплодировали. Она шутила, у нее было тонкое чувство юмора. Нина Данченко, если вы не знаете, это дочь драматической актрисы и администратора группы «Песняры». Нина Данченко гастролировала по всему миру. Я уже говорил со своим талантливым мужем, скрипачом Изи Драбским. И этот дуэт, и также иногда к ней присоединялись танцевальные коллективы в таких цыганских нарядах. В общем, это всегда было очень здорово. Но главное, Нина Данченко была человеком щедрой души, она всегда делилась теплом, она всегда делилась улыбками, она всегда готова была поддержать в трудную минуту любого человека. И ее знали только все всегда. Как еще раз говорю, она несла свет, добро, улыбки, радость людям. И она была фантастически талантливым человеком, потому что столько, сколько знала Нина, с ней всегда говорить было одно удовольствие. Лично для меня это огромная утрата, это огромная потеря для всей нашей общины. Я выражаю самое искреннее соболезнование всем родным и близким Нины Данченко, всем, кто ее любил, знал, ценил. И светлая память о Нине Данченко навсегда сохранится в наших сердцах. Сейчас бы я хотел рассказать о событиях минувшей недели. И, как вы знаете, в обязанности депутата городского совета Нью-Йорка входит делать все возможное, чтобы в его округе, а также во всем городе Нью-Йорке, где-то как-то качество жизни улучшалось. Все, конечно, все проблемы решить невозможно. В городе Нью-Йорке, к сожалению, огромное количество проблем. В первую очередь, конечно же, с преступностью, с безобщественной безопасностью. Но если говорить конкретно о Южном Бруклине, в мой округ входит район Кони Айленд, входит Seagate, входит Bensonhurst, Best Beach, район Warbos, Beach Heaven, Gravesend. И вот много лет, на протяжении многих лет, особенно пожилые люди на Кони Айленде, в первую очередь в доме, который напротив Seagate, Share House, это организация такая с джазом, это под ее эгидой этот дом. Там очень много пожилых русскоязычных нью-йоркцев живут. Напротив там советы еврейских организаций Кони Айленда. В общем, это два центра для пожилых людей. Вот через дорогу там было перейти очень и очень опасно. На протяжении нескольких десятков лет боролись общинные организации, политики. И пожилые люди говорили, установите знак «Стоп». Вот вы видите на своих экранах, наконец-то, после того, как удалось мне привезти главу департамента транспорта прямо на это место, его самого там чуть машина не сбила, это и Данис Родригес. Он говорит, а почему здесь нету сигнала «Стоп», почему здесь нет пешеходного перехода, почему вот, как же люди здесь переходят через дорогу. Я говорю, а если человек с вокером, если человек идет пожилой, инвалид, что тогда делать? Он сказал, я вам обещаю, в ближайшие несколько недель до конца июля на этом месте установят сигнал «Стоп», знак «Стоп» поставят. Причем поставили в итоге четыре знака «Стоп», что меня не может не радовать. Два в одну сторону и два в другую сторону, прямо возле выезда из «Сигейта». У нас есть еще одна фотография, вместе вот с Равином, мы показываем на этот сигнал «Стоп». И радость была и у Совета еврейских организаций «Кони Аленда», и у жителей вот этого дома напротив, пожилые русскоязычные, особенно тем, кто было тяжело переходить. Там еще автобусная остановка последняя, когда автобус стоял, вообще никому ничего не было видно. Ни водителям машин, которые заезжали в «Сигейт», ни пожилым людям, которые переходили через дорогу или шли в сторону даже бортвока, но и всем остальным тоже. В общем, это был настоящий праздник на «Кони Аленде», что, наконец, на «Серф-Эвеню» и вес 37-й стрит появились знаки «Стоп», появился пешеходный переход. Мой предшественник много тоже для этого сделал, добивался. Марк Трегер, депутат тогда Болгорсовета, писал тоже в департамент транспорта. Ну, последней каплей стало, что вот удалось привезти главу департамента транспорта прямо на эту точку. Он там постоял две минуты и сразу сказал, что нет, конечно, нужен там пешеходный переход, и нужны сигналы «Стоп», и не нужно ждать знак «Стоп», и не нужно ждать три года, как обычно. Иногда до бесконечности можно ждать. Любимый ответ всех городских агентств – ну, подождите, ну, что вы такое нетерпеливые, ну, что вы все время жалуетесь, что вы все время возмущаетесь. Как я могу не возмущаться? Ну, например, многострадальный бордвок Кони Аленда и Брайтона. Сколько можно возмущаться, сколько можно об этом говорить? Когда департаменту парков, я, только меня избрали, они говорят, ну, какой вы нетерпеливый. Я говорю, я нетерпеливый. Уже 20 лет доламывает этот бордвок Кони Аленда и Брайтона. Я минувшее воскресенье был на Кони Аленд, Эвеню, там, где вот бордвок возле шорфронта еврейского центра. Ну, это же просто ужас. Кроме того, что он поломанный, еще и засыпало там горами песка. Вообще, зрелище ужасное. Это уже, это очень плохо и для жителей района, и для туристов, для всех, кто просто любит Южный Бруклин, для всех, кто любит Брайтон, Бич, Кони Аленд. Когда выходишь на бордвок, просто сердце, извините за выражение, кровью обливается. Удалось моему предшественнику, депутату Марку Трегера, добиться, чтобы выделили, только в июле этого года, наконец, получил департамент транспорта 117, 114, извините, миллионов долларов. Но они говорят, что им нужно 700 миллионов долларов. И они мне объяснили, почему, повозили меня по всему бордвоку, там нужны еще эти 27 рамп, чтобы въехать на бордвок, там нужно еще менять все, все электрические кабели, нужно делать все возможное, чтобы там были эти фонтанчики с водой, чтобы там были туалеты, чтобы там были станции для спасателей, электричества, освещения. В общем, долго рассказывать, вся эта инфраструктура, как они говорят, бордвока, стоит почти 700 миллионов долларов. 114 дали, говорят, спасибо, дайте еще полмиллиарда. Я обратился к конгрессмену Хакиму Джеффрису, говорю, можно ли где-то найти от федерального правительства, город таких денег не найдет. И он мне ответил, что уже в рамках закона обновлений, обветшавшей инфраструктуры американских городов, конкретно городу Нью-Йорку, на замену обветшавшей инфраструктуры было выделено 25 миллиардов долларов. Но это не так, что взяли и чек, выписали 25 миллиардов, положили на счет городской казны, что правильно. Потому что каждый доллар нужно спрашивать, куда он пошел, на что. И теперь городские агентства должны делать заявку, говорить, нам нужно вот на это, на это, на это такая-то сумма. Я уже попросил все городские агентства, чтобы выделили еще полмиллиарда долларов на ремонт нашего бесконечно обветшавшего бордвока, Кони Аленда и Брайтон-Бич. Я намерен в сентябре этого года провести публичные слушания в Горсовете Нью-Йорка. Я глава комитета по-английски Waterfronts and Resiliency, то есть по водному побережью, провести совместно с департаментом парков, совместно с комитетом по делам парков, чтобы потом не было никаких двусмысленностей, да, чтобы добиваться выделения от федерального правительства и чтобы уже начали работать, потому что 114 миллионов – это не 114 долларов, что тоже сумма, а 114 миллионов – это огромная сумма, чтобы уже начали работать, чтобы не тянули. В следующем году нашему бордвоку исполняется 100 лет, и мне не хочется, чтобы в тот день, когда исполнится 100 лет бордвоку Кони Аленда и Брайтона, чтобы он окончательно рухнул, он уже, сплошные дырки, все засыпано песком, растет трава, проросла уже, и в общем, без боли невозможно смотреть на наш бордвок, но я с этим занимаюсь чуть ли не каждый день, долблю, что называется, как дятел, долблю департамент парка, говорю, ну когда же вы эту дырку залепите, когда вы будете осваивать деньги, которые уже выделены, когда вы уберете песок, когда вы перестанете тяжелую технику завозить на бордвок. И все эти вопросы я буду задавать не только по телефону, не только по электронной почте, но еще и во время публичных слушаний, вот в сентябре этого года, обязательно вместе с комитетом по парковому хозяйству будем требовать отчетности, потому что хоть миллиарды выдели, если никто ничем не занимается, вы знаете, чем это заканчивается. Также очень наши все люди беспокоены, все жители Южного Бруклина, безопасностью, в том числе и на бордвоке, в том числе и на пляжах. Вы знаете, что были случаи стрельбы этим летом, в том числе и на бордвоке. Я встретился с командиром, главой 60-го полицейского участка, отвечающим за, в том числе и за безопасность, Кони Аленда и Братенбич. Я разговаривал с представителями One Police Plaza в Манхэттене и сказал, что нужно, как мы говорим, summer enforcement, что нужны дополнительные патрули. И мне это было обещано, я хочу сказать, что выделили какое-то дополнительное количество патрульных полицейских, чтобы они только ходили по бордвоку, ходили, наблюдали за безопасностью. Там даже просто присутствие полицейских на бордвоке уже может предотвратить какие-то эпизоды, какие-то случаи перестрелок или преступности. Мне сказали, что это усиление будет до середины сентября. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы оно было постоянным, но хотя бы до середины сентября, чтобы были дополнительные полицейские патрули. Они будут ходить по дополнительности с 9.30 утра и до 2.00 ночи, потому что одна из перестрелок была как раз почти в 2.00 ночи. Кроме того, еще есть у паркового департамента, есть так называемый Parks Enforcement Officers. Я их тоже пригласил на бордвок, чтобы они увидели, потому что полицейские не все могут делать на бордвоке. И вот вы видите на своих экранах вот эти, как мы и говорим, рейнджеры паркового хозяйства, что они должны не только по бордвоку ходить, они должны еще и по пляжам ходить и следить за соблюдением существующих правил. Потому что творится, каждый делает все, что хочет сегодня в Нью-Йорке, в том числе и на пляже, в том числе и на бордвоке. Вот они зашли в один магазин на бордвоке, и там владелица магазина стала жаловаться, им говорит, что прямо в входе в магазин говорят, барбекю тут жарят, готовят все. Прямо развели огонь, может в любую минуту быть пожар на бордвоке. Вот они все это выслушали, я доволен, что они хотя бы приехали. 12 человек, потому что они до этого говорили, что у них нет дополнительных сил, и вот что у них только, дескать, 3 человека на весь бордвок, но этого, конечно же, недостаточно. Я сказал, что и 12 человек мало, но 12 лучше, чем 3. И я сказал им, что они должны быть там до конца сентября, но никак не до конца июля. Мне было обещано, что до конца сентября будет усиленное патрулирование и полицейскими, и рейнджерс. Но я никому уже давно не верю, будем следить за ситуацией. Если мы увидим, что опять она выходит из-под контроля, будем добиваться и от департамента парков, и от полицейского департамента, чтобы было патрулирование на бордвоке. То, что сейчас происходит, совершенно неприемлемо, меня это устроить абсолютно не может. И они вот мне говорят, что я нетерпеливый, я думаю, что нам всем не втерпевшим, чтобы стало в городе Нью-Йорке чисто, безопасно, уютно. Для этого избирали меня, для этого избирали мэра, для этого избирали горсовет. А иначе зачем тогда мы все нужны, для чего нужна полиция, для чего нужна парковая служба и ее рейнджерс. Если мы говорим о преступности, очень важной частью борьбы с преступностью является ситуация, которая сложилась с преступлениями на почве ненависти, особенно с преступлениями на почве ненависти против евреев. В 2022 году, за первый квартал 2022 года, в городе Нью-Йорке число преступлений на почве антисемитизма выросло более чем на 300%. А за первые полугодия, по данным антидеформационной лиги США и по данным департамента полиции, а ведь не все еще случаи сообщаются, не всегда жертвы преступлений ненависти звонят даже в 911, не всегда это регистрируется. Уже на 400% прирост в 2022 году. У меня как человека, который приехал в Америку по статусу беженца, человеку, у которого в семье есть люди, которые пережили Холокост, который все время говорил о том, что мы должны в Америку уезжать, потому что там антисемитизм, а здесь что нет антисемитизма. Посмотрите, что творится. И меня никак не может эта статистика не пугать и не напрягать. И вот в середине июля вместе со своими коллегами по горсовету Инной Верниковой и Калманом Егером я участвовал в пресс-конференции, которую организовал бывший депутат Ассамблеи штата Нью-Йорк. Его зовут Дов Хайкинд. Он глава организации «Американцы против антисемитизма». Вот вы видите на своих экранах его. Вот он организовал в Манхэттене специальную пресс-конференцию, на которой говорил о том, как же наказали тех, кого наконец полицейские арестовали за совершение преступления на почве ненависти, в данном случае на почве антисемитизма. Привели в суд, были судебные заседания, что решали прокуроры, какие обвинения им предъявляли и что с ними стало. Я вам скажу, та информация, которую она обнародовала, она обнародовала отчет совершенный, изучили за последние полтора года, за 21 год и за 22 год. За полтора года вот эта организация «Американцы против антисемитизма» провела исследование. Очень печальные выводы. Из 100% случаев, когда арестовывали совершивших преступления на почве антисемитизма, получили тюремные сроки, готовы? Единицы в подавляющем большинстве случаев либо вообще отпускали, как мы говорим, на поруки, либо максимум какой-то штраф или пробейшин, как мы говорим. То есть, ну вот, за вами буду следить. Как я говорю, ню-ню-ню, полное безобразие. Чемпионом в этом вопросе оказался окружной прокурор Манхэттена, его зовут Алвин Брег. Поэтому наша пресс-конференция была в Манхэттене, прямо возле офиса этого окружного прокурора Алвина Брега. И я сказал, выступая на этой пресс-конференции, что он вообще отличился не только в отношении преступлений на почве антисемитизма, но и вообще любых преступлений. Что он чемпион. Манхэттен становится чемпионом Нью-Йорка, скоро станет чемпионом Америки по количеству отпущенных на свободу преступников за любые преступления. То есть, единственное, за что Алвин Брег согласен кого-то привлечь к ответственности и посадить в тюрьму, это если кто-то кого-то убил. Ну а если не убил что-нибудь другое, шансы, что Алвин Брег предъявит обвинение и посадит в тюрьму преступника, почти нулевые. Вот на той пресс-конференции, где я был по поводу антисемитских преступлений, практически ни один преступник, совершивший нападение преступления на почве антисемитизма в Манхэттене, не понес суровой ответственности. Тем более, не получил никакого тюремного срока. В лучшем случае штраф, а иногда даже и штрафа не получил. Иногда обвинения такие просто смехотворные предъявляют. Кто-то кого-то сильно ударил по лицу, обозвал, оскорбил на почве антисемитизма, всякие оскорбления и угрозы в адрес евреев еще и ударил. В лучшем случае, вот три года пробейшин. То есть, ну как бы вот три года за вами будут наблюдать. Как я говорю, ню-ню-ню. То есть, полное безобразие, и это нужно ломать, именно поэтому мы сделали такую пресс-конференцию. Три депутата Горсовета, Дов Хакин, там была пресса, там было телевидение. И все это, результаты вот этого расследования, которое провела общественная благотворительная организация «Американцы против антисемитизма», были представлены в различные средства массовой информации, в Горсовет Нью-Йорка, в легислатуру штата Нью-Йорк. Также были представлены всем пяти прокурорам пяти районов города Нью-Йорка. Но я уже сказал, чемпионом по отпусканию на свободу преступников у нас выступает Айвен Брэк. Ему не прокурором нужно работать, наверное, а открывать двери, чтобы выпускать на свободу тех, кто там сидит. Мне кажется, это его главная задача, он хочет просто всех отпустить. Но никого привлечь к ответственности он не собирается. И это абсолютно неприемлемая ситуация. И мы очень возмущались, осуждали, направляли обращение к различной структуре. Будем надеяться, что наша пресс-конференция, что вот этот отчет, доклад Организации «Американцы против антисемитизма» возымеет действие. Будем смотреть, что будет происходить во втором полугодии 2022 года. Потому что если антисемиты или другие преступники знают, что им ничего за это не будет, они и дальше будут совершать все эти нападения. И мы с этим согласиться никак не можем. Также в обязанности депутата Горсовета входят встречи с жителями округа, посещения различных важных организаций в округе. Например, если говорить про Южный Бруклин, здесь живут представители самых разных религий, цветов кожи, национальностей. И мне недавно предложил Равин Моша Винер, которого вы уже видели раньше на своих экранах, посетить еще одну организацию. Я там много раз бывал, но теперь был еще один повод. Там скоро будет открыто оборудовано новое по-английски food pantry, то есть новый продовольственный склад. Это организация Shorefront JCC называется. Находится она на Первом Брайтоне, 128 Брайтон-Бичевеню. Она уже сейчас, сегодня и много лет до этого оказывает и продовольственную помощь, и другую социальную помощь. Вот вы видите на своих экранах Беллу. Мы там встречались с различными социальными работниками. Там были также стажеры, практиканты на лето. И эта организация оказывает социальную помощь в первую очередь. Но не только жителям Брайтона и прилегающих микрорайонов со всего Бруклина. Иногда еще и из других районов Нью-Йорка сюда обращаются. И возможности этой организации не являются неограниченными. И в связи с большим наплывом беженцев из Украины, организация стала еще и помогать оказывать в первую очередь продовольственную помощь. Я когда туда пришел, причем я там был полтора часа, и вот за время, что я там был, несколько семей, украинских семей, туда пришли, сказали какую-то помощь, просьбу оказать продовольственную помощь. Причем там были люди, которые приехали в Америку 2-3 недели тому назад в том числе. В том числе и семьи были. То есть все сегодня организации, которые оказывают помощь беженцам из Украины в Нью-Йорке, они все, как говорят по-английски, overwhelmed. То есть количество беженцев, пребывающих, такое, что в Нью-Йорке организации оказались просто неспособны справиться даже с таким наплывом. И это не только еврейские организации, которые очень помогают беженцам из Украины, но и представители других и социальных служб, и общественных организаций. Помогают все, и церкви, я знаю, и синагоги тоже помогают. Все, кто считает, что нужно помогать беженцам из Украины, спасибо огромное за эту помощь, потому что речь идет уже о тысячах беженцев, конкретно в Нью-Йорк. И ожидается, что в ближайшие несколько недель еще тысячи беженцев из Украины сюда прибудут. И многие семьи, много с детьми, и всем, кто помогают, огромное спасибо, в том числе и вот эта еврейская организация. Но вернемся к городским агентствам. Хочу сказать, что самое неразворотливое городское агентство в городе Нью-Йорке, я это знал еще до избрания в Горсовет, это Нью-Йорк-Сити Хаузенка Торрить, горжилуправление Нью-Йорка. И то, как живут в этих субсидированных домах горжилуправления, я много писал как журналист, рассказывал в своих передачах. Теперь, как депутат Горсовета, я пытаюсь заставить горжилуправление хоть что-то делать. И много месяцев я добивался приезда на Кони Аллен главы горжилуправления Нью-Йорка, его зовут Грек Грасс. Полгода у меня это заняло, но он все-таки приехал на Кони Аллен. Вот вы видите на своих экранах, как он смотрит одну из дверей в подъездах Кони Алленда, подавляющих в большинстве домов на Кони Алленде. Дома горжилуправления Нью-Йорка, Нью-Йорк-Сити Хаузенка Торрити. Все дома, можно заходить всем желающим. Замки все сломаны, интерком сломан, и люди свободно, любой преступник, любой злоумышленник, любой хулиган, любой бездомный, кто угодно может спокойно зайти в любой дом без всяких проблем, без всякого ключа, без всяких проблем. Если, конечно, на входе там не стоит охранник, секьюрити, что тоже не всегда бывает. И вот этот Грек Грасс, он уже называется, ну, лицом по батарее, да, заставлял заходить во все дома, открывал двери, показывал сломанные почтовые ящики, обваливающаяся штукатурка, привел его в одну квартиру, он не хотел туда идти. Я говорю, нет, мы должны зайти в эту квартиру, чтобы вы увидели, в каких условиях живут люди. В том числе на Коне-Аленде, вы знаете, живут и тысячи русскоязычных, и нью-йоркцев с низкими доходами, много пенсионеров русскоязычных живет. Вот вы видите на своих экранах. Ну, скажите, можно в таких условиях жить, когда и плесень, когда все обваливается, когда зимой нет отопления, а летом, наоборот, батареи так топят, как будто специально, на зло, что ли, делают. И он, ему нечего было сказать, он привел с собой целую бригаду ремонтников, целую бригаду помощников. Они только стояли и записывали то, что я говорил, то, что им жильцы говорили, то, что им говорили президенты, советов жильцов. Они в итоге исписали там несколько книжек, по-моему, взяли с собой там три тетрадки, все их исписали. И я им только показывал, говорю, а вот это, говорю, а вот это. Ну, как же можно, как же можно вы мне рассказываете, что вам нужно 40 миллиардов? Почему никто этого не видит? Есть property manager, есть менеджер здания. Почему его не было в этом доме? Неужели он этого не видит? Неужели я должен приводить главу горжилуправления, депутат горсовета и показывать на сломанную дверь? Вот есть фотография, где я показываю на очередную сломанную дверь. Я говорю, а сами они не знают? А сами они здесь почему не бывают? Потому что они бывают очень часто. Почему, говорю, на собрание совета жильцов Surfside Gardens, говорю, я пришел, а глава property manager, руководитель этого менеджмента не пришел, даже представителя не прислали. Почему? Потому что боятся, потому что прячутся от жильцов, потому что не хотят этого делать. Вот почему я предложил законопроект, который предусматривает ответственность property managers, если они игнорируют обращение жильцов на протяжении, скажем, полугода вообще по одному и тому же вопросу. Если даже не приходят, ничего не делают. В общем, что можно сказать? Я как депутат горсовета молчать не буду, не зря меня избирали. Буду и на заседаниях горсовета Нью-Йорка, и на публичных слушаниях, и на Куни-Аленде, и в Мальборо-Хаусе, где меня вижу такое безобразие в этих субсидированных квартирах. Буду делать фотографии, буду присылать, буду жаловаться. Я на него уже тоже нажаловался, на самого Грего Расса, на главу горжилуправления Нью-Йорка. Я уже нажаловался федеральному монитору из такой Бардж Шворц, назначенный уже федеральным министерством жилищного строительства. Так вот, я ему пожаловался на Грего Расса, что он не хочет приходить. Вот он теперь пришел, что он не хочет смотреть, что никакой ответственности нет, никакого спроса нет. Годами ремонтируют центры для пожилых людей, жилых домов Хейбер-Хаус. Если каждый раз новая отмазка, новая причина, почему там что-то сыпется, здесь не заделана дырка, ну что это за безобразие? По каждому участку нужно каждый день проверять и каждый день показывать фотографии, имейлы. Ну, ничего, мы их все равно будем, как я уже сказал, критиковать и будем держать это на контроле. Мы все равно не успокоимся. Спасибо вам огромное за внимание. До встречи в следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был депутат городского совета Ари Каган и всего вам самого-самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова